Доброе утро, друзья! У нас сегодня день пятый. Мы уже собрали наш лагерь, упаковали все вещи и выдвигаемся в Иссимити парк. Все, выезжаем из кемпинга. Кемпинг назывался Бекки Флет. Рекомендуем этот кемпинг в парке Секвоя. Тут рядом река, можно купаться каждый день и очень близко находится. Так что будьте в Секвоя, селитесь в этом кемпинге. Проезжаем городок Виссалия, тут заехали в Омарт закупиться. На датчике показывает 109 Фаренгейт. Это сколько градусов? 37 градусов по Цельсию. Вот городишко, как и все типичные американские маленькие провинциальные городки. Здесь уже на спорткарах не ездят, как на побережье Калифорния. Так, ну все, занялись приготовкой еды. Куриный бульончик у нас сегодня будет. Купили по дороге много черешни. Где-то два таких тазика. Очень дешево вышло. Местная черешня. Да, местная черешня. В двух часах отсюда ферма находится. Сейчас будем здесь ставить палатку. Вот в этом месте. Кривоватая, конечно, но ничего. Вот такой специальный футпринт стелим под палатку. То есть палатка, получается, не отсыревает от земли и остается чистой, когда убираете ее. Очень удобная штука. Вот так палатка выглядит в собранном виде. Достаточно большая. Это для трех человек. И легкая. Она весит где-то килограмм девятьсот. Вот с этой стороны расстегивается. Это можно так закатать. Получается, здесь вот можно рюкзаки ставить. Хода два. С той стороны и с этой стороны. То есть очень удобно. Если кому надо выйти ночью, никто никого не беспокоит. Вот, такое вот спальное место у нас получается. Очень просторно. Три спальника пуховых вместилось. Праздничный ужин. В честь приезда. Блинчики сделали. Куриный суп. Ох, хорошо. Я уже пошел в речки искупался. Сегодня будем отдыхать в лагере. А завтра уже с утра выйдем в сам парк национальный Исимити. И будем смотреть там достопримечательности. Пошли прогуляться от нашего кемпинга. Сказали, что есть здесь водопадик какой-то небольшой. Вот свернули с дороги. И здесь уже слышим, что что-то где-то шуршит. Так, везде ящерицы разбегаются прям по кустам. Во, уже слышно хорошо. Да, вот тропинка вниз идет. Прям к самому водопаду. Ну вот такой вот водопадик каскадный. Сейчас пойдем туда вниз. Может быть даже искупаемся, если там глубоко. Ну вот, спустились мы к водопаду. Сейчас я хочу туда подплыть и постоять под ним. Тут еще раки водятся, а никто чего-то подпустились. Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот. Ариша тут шишек набрала. Говорит, это ее игрушки. Ну-ка, поставь рядом со своей головой. Вот такая шишка огромная. А вот это для моих подружек. Шеф-повар в деле. У нас десерты какие. Бананы, лепешечку поливаем. Десертик. Вот так вот поглощаем, да? С чаем. Походный десерт. Всем доброе утро. У нас день шестой. Мы находимся в Summer Day Campground. Сейчас готовим завтрак. Яичницы. И сегодня будем заезжать в национальный парк из Семики. Мы въехали сейчас в парк. Прошли ворота регистрационные. И движемся на трейл. Называется Mist. Он ведет до водопадов. До трех водопадов. Так, что там еще интересное есть? Ну и также можно тут добраться до Half Dome. Но тут нужно целый день потратить и еще приобрести пермит. Без пермита туда нельзя. Понятно. То есть вот этот Vernon Fall, да? Мы посетим этот водопад. Мы, наверное, до Невада Fall зайдем. Невада Fall. Вот такие вот красивые виды открываются в парке Ясимику. Ясимику. Кое-как припарковались. Здесь такая текучка. Все занято. Долина вроде бы. Лес, горы. Все. Везде машины, парковки. Цивилизация здесь, в общем, кипит. Ну, Ксюша уже переодевает ботинки. Сейчас въезд в парк ограничили. Семьсот машин в день только можно. И то не хватает парковочных мест. Вот там он, красивый водопад. На него попробуем тоже сходить. Если силы будут. Сейчас движемся по направлению к тропе. Тоже до водопадов, которые вот мы показывали вам до этого на карте. Внутри парка мосты построены через реки. Тротуары. Все для велосипедистов приспособлено. Вот табличка Miss Trail. То есть нам вот сюда надо. Наконец-то мы дошли. То есть окупаемся каждые 5 метров в любом ручье, который только по пути встретится. Не, ну это не ручей, это уже река. Это река, да, но это вот. Давай. А что, холодная что ли? Нет, теплая. Все, покупались, продолжаем наш путь. Сейчас он будет идти в горку. Вот мы сейчас здесь на мосту. Вот получается. Здесь будет водопад. Еще и туалет. Да, вот второй водопад. Ну, может, я один до него схожу. Посмотрим еще. Так, вот весь список маршрутов. Самый большой, 340 километров. Я сегодня, может, пройду 5 километров. Привет, Белочка. Ну, расскажи нам, как дела здесь, в Сиерра-Лесах. Они не боятся, уже привыкли к людям здесь. Ариша ее еще и палкой погоняла, она все равно не боится. Вот дошли до первого водопада Бернан-Фоу-Бридж. И Белки вы встречают. Вау, вот это да. Вот это водопадише. Классный. Девчонки развернулись после первого водопада вниз, будут ждать меня у реки. Но теперь, я думаю, что зря они не пошли. Такой водопад красивый. Сейчас поднялся на верхушку водопада. Сейчас подойдем туда к краю, посмотрим. И вот там он срывается. Так, очередной мост и вон еще один водопад. Вот и третий красавец, водопад, до которого у меня был план дойти. Ну мощь просто. Можно еще туда наверх забраться. Не знаю, пойду, наверное, не пойду. Уже по времени много будет. Если бы девчонки не ждали, пошел бы. И туда дальше можно было бы еще сходить, конечно. А тут бесконечно идти, везде красота. Эй, белка, не мокни. Давай прячься. Опа. Тут от водопада такие брызги идут. Как будто в душ сходил. Обратный путь такой, обрыв. Здесь вот идут лестницы. Трафик в обе стороны. Надо поспокойней. А то я бегом назад бегу. Ну такой серпантин. Огороженный. И вот туда вниз, в чащу. И потом вдоль реки уходит. В общем, погуляли мы сегодня нехило. У меня сегодня 10 километров. Вышло туда обратно до третьего водопада. У Ксюши с Аришей 5 километров. В общем, день такой получился насыщенный. Много мест посетили. Все не снимешь. Потому что все как бы так немного в суете происходит. Даже название всех мест мы не помним всегда. Но приехали куда-то и идем просто. Как говорится, главное не название. Главное увидеть красоту природы. А так, если нужны какие-то названия, где что, сколько стоит, как проехать, как пройти, какие пасы, пермиты. То есть это все можно в комментариях нам написать. Мы ответим. Без проблем. А так, в таких дорожных путешествиях, особенно с ребенком, нереально все это, конечно, как говорится, подготовить. У нас все путешествия наши без подготовки. Но зато все спонтанно. Какие-то вещи даже интереснее получаются. Как говорится, у нас нетивилизионный формат, да, Ксюша? Сейчас приехали еще в одно место, называется Glacier View. Там вроде какой-то вообще бомбический вид, не знаю. Обещают увидеть Хав дома. Да, сейчас покушаем, пойдем заснимем все это дело. Немножко нужно, как говорится, перевести дух. Целый день вот на ногах. В очередях. Да, за рулем. Ксюша вообще укачивает, потому что здесь серпантин, серпантин идет. Ариша постоянно мультики требует. Да, но тут телефон, ну, связь не ловит. Да, сейчас гречечка все это. Ну, гречка это вообще дежурное блюдо со всякими соусами там и так далее. Ну, все, ребята, мы все покушаем, а потом уже пойдем смотреть Glacier View. Ну, вот вам и видок. Любуйтесь. Отсюда видно хорошо, на какие водопады мы сегодня ходили. Вот это вот второй водопад, ниже там, где Ксюша с Аришей дошла маленький. И вот я дошел сегодня вот до этого большого. Можно было еще наверх залезть, но уже не стало, времени не хватило. Вообще люди лазят вот на эту гору. Это Half-Dom называется. Может, когда-нибудь туда тоже залезем. И снова доброе утро. Мы уже собрали наш лагерь. Сегодня у нас седьмой день пребывания. В данный момент мы находимся в Ессимите парке. Ну, то есть сейчас будем в него заезжать. Здесь вот проходной пункт. Это у нас уже второй день сегодня здесь будет. Сходим в небольшой хайк. И сквозь парк поедем до городка, в отель. Будем ночевать. И завтра уже в Сан-Франциско. Так, ну вот мы добрались до парка. Сейчас держим путь в Lower Yssemiti Falls. Это нижний водопад Yssemiti. Ну, по пути, конечно, речка. И сейчас мы будем здесь купаться. А то жара уже за 30 перевалила. Вот молодец, закаленная аляскинская девочка. С сибирскими корнями, да? Да, давай еще фотографируй. Давай. Искупались прямо в водах. Вон того сверху срывающегося водопада. Вода доставляется откуда-то с небес. Разве это не прекрасно? А это красавица Blue Jay. Голубая сойка. У нас на Аляске тоже такая водица. Северный попугай я ее называю. Звуки такие издает интересные. Певчие. Дорожка до нижнего Yssemiti водопада асфальтирована, приспособлена для инвалидов. Так что здесь можно легко и хорошо прогуляться с детьми, с беременными женами и родителями-пенсионерами. Много народу. О, вот он красавец. Да, в долине очень много водопадов вот таких больших. на обратном пути открывается полностью вид на весь водопад. Красота. Рек здесь очень много. И что мне нравится, что в этом парке нет никаких запретов на купание. А то есть такие там таблички, здесь купаться нельзя, еще что-то. Здесь можно купаться абсолютно везде. Ну все, мы уже по пути в Ливермур. Нам ехать три с половиной часа. Вон Ариша все плещется. И на фоне вот таких красивейших водопадов. Ариша все никак не успокоится. Она прям влюблена в эти горные реки холодные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К